Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг, 18.15 и уже по новому расписанию в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Давайте мы обратим сегодня в День Дорожника, между прочим. Поздравляю всех причастных к этому профессиональному празднику с этим замечательным днем, потому что качественные, безопасные автомобильные дороги, они становятся одним из критериев роста качества жизни. Согласитесь, буквально лет 10 тому назад заголовки СМИ вещали о том, что дорога Лена – это худшая дорога в мире, помните, наверное, Александр Евгеньевич, да? Федеральных СМИ береница завязнувших на той дороге большегрузных автомобилей, а сейчас, если прокатиться на всем протяжении фактически до Алдана, до Нерингри и дальше на Тынду, вполне себе европейское качество. Что говорить о трассе Вилюй, которая уже перемахнула за берегистях и уже строится там, как говорят жители Вилюйских улусов, да, и СМИ там переправ до Мирного, минус один, огромный мост через реку Марха достраивается и скоро значительно облегчит также жизнь населения, да? Я всегда говорил, что я всегда буду уступать от имени населения, поскольку я являюсь одним из нас, одним из жителей республики, жителей города, я являюсь участником общественной палаты города. И поэтому вот то внимание, беспрецедентное внимание, жителей не только столицы республики, да, столицы огромные объемы, но и по республике, скажем так, не подкачали наши дорожники. И значительные тоже объемы расположены, я не побоюсь этого слова, в тараканях, да, вступают к концу этого года в действие. И буквально в эти минуты, в эти часы в Екатеринбурге огласят предварительные итоги хода выполнения национального проекта по безопасным и качественным автомобильным дорогам. И наш регион, я очень хотел бы надеяться, чтобы прозвучал, ну, в лучшем свете. Все мы этого хотим, потому что это выделение федеральных огромных денег, да, которые еще раз идут на пользу всему населению. Если посмотреть все телеграм-каналы и так далее, те объемы сравнивать, допустим, Амурской области, Приморье и так далее, у нас в регионе, ну, максимальный, по-моему, объем выделенных средств, максимальный объем выполняемых работ. И сегодняшнее заседание с ВКС, с руководителем муниципалитетов, с участием главы республики, где были поставлены четкие конкретные задачи, этому, скажем так, свидетельство. Я еще раз говорю, в день дорожника, давайте мы сегодня поговорим о дорогах. И в первую очередь, ваше выступление предваряло сегодняшнее заседание, было первым. Те объемы республиканских дорог, с чем мы подходим? Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех дорожников с профессиональным праздником, пожелать им всего самого хорошего, самого светлого и больших и длинных дорог им в будущем. А с чем мы начинаем? Дело в том, что, как вы правильно заметили, федеральный центр или федеральный бюджет, естественно, нам выделил, будем так говорить, огромную сумму, хотя мы просили еще больше. Потому что мы понимаем, что наши дороги, а у нас их очень много, переваливают почти за тысячи в километрах, если судить. Естественно, все дороги сразу привезти одновременно нельзя, потому что у нас есть сезонные дороги, есть зимники, есть асфальтированные, есть грунтовые дороги разного класса и разной категории. И мы в этом году получили где-то примерно из федерального бюджета практически говоря миллиард семьсот миллионов. И еще дорожный фонд добавил миллиард двести, и это получается где-то два семьсот. Ну, в принципе, сумма хорошая. Городу Якутску мы уже как бы на шесть лет вперед расписали, и мы уже предварительно согласовали план уличных дорожных работ до 2024 года и где-то примерно на три миллиарда рублей. Это будем помогать из дорожного фонда. И кроме этого еще и дорожный Росавтодор будет помогать городу. Это еще практически те же самые три миллиарда. Ну и город Якутск влаживает свои деньги, и тем самым мы должны к 2024 году достичь 85% улиц, которые должны отвечать безопасности и качеству дорог. На секундочку, я перебью. За пять лет это порядка 200 километров, да? Это порядка хорошего асфальта. Ну, примерно, да, так получается. Вот в этом году, допустим, по оригинальным дорогам мы должны были сделать 122 километра дорог. По городу Якутску, ну, я не буду отнимать хлеб у своего коллеги, он сам скажет, но все деньги, те, которые мы, допустим, будем осваивать, мы практически, говоря, к ноябрю месяца освоим все почти деньги и построим все 122 километра дорог. К ноябрю месяца. То есть мы по оригинальным дорогам план выполним этого года. Это именно тех работ, которые запланированы на 19-й год. То есть, еще раз, глава подчеркнул, что нельзя допускать, можно тут поспорить, конечно, что нет механизмов того, что кое-что, что было запланировано в 19-й год, перетекло на 20-й, к примеру, год. Нет, этого и не должно быть, потому что мы деньги должны освоить, во-первых, и потом свои планы мы должны сделать. Потому что на 20-й год у нас другие планы. И зачем мы будем путать, потому что нас никто и не поймет, и население не поймет, и вообще нас никто не будет понимать, зачем мы так делаем. На два года растягивать ту работу, которую мы должны были сделать за один год. А отчего тогда прозвучали бы, по вашему мнению, как профессионалы транспортной отрасли, прозвучало мнение, что нужно усиливать, в том числе и общественный контроль за подрядчиком работы? Ну, вообще-то контроль должен быть во всем, по большому счету. И ведь не секрет, что у нас подрядчики бывают сильные, бывают недобросовестные. Мы же не скрываем этого. И с теми, которые недобросовестные, мы растрагаем контракты, но это уходит временно для этого. Мы же как сделаем? Вот первый заместитель представителя правительства, колодезников Алексей Засимович, возглавляет штаб. И мы на этом штабе всегда подводим итоги сегодняшнего, допустим, прошедшего дня. И ежедневно собираемся вместе с якутской администрацией, рассматриваем, как идут работы по городу, допустим, Якутску. Потому что Якутск, ну, на сегодняшний день, это большой такой объем, тот, который они взяли на себя, всех работ. Далее. Росавтодор, он тоже наметил от своих филиалов, кураторов, которые курируют, допустим, один курирует город, другой курирует дороги региональные. И тем самым второй, как бы, надзор идет. Третий надзор, это Национальный фронт. Четвертый надзор, это и Министерство транспорта мы курируем тоже со своим управлением автомобильных дорог. Мы тоже, как бы, проверяем, смотрим, ну, и держим палец на пульсе для того, чтобы не сорвать итоги и не сорвать и качество в том числе. Звучало мнение, не на сегодняшнем заседании, а вообще звучало мнение, да, что 25,8 километров муниципальных дорог, очень густых коммуникаций и так далее, это больше, чем тот объем республиканских дорог, который предстоит сделать в 2019 году. Вот здесь можно поспорить или нет? Вы хотите сравнить? Да. 122 и 25? Да. Тут не сравнишь, потому что, почему 25? 25, это же не просто так положил асфальт и все. Там же еще под дорогой лежат коммуникации, их же, вот, они сегодня меняли. Тепловые, кабеля, там, Ростелеком, Водоканал, там, Газпром, Саха, Нефтегаз, Быт, то есть большая работа проделана. Кроме этого, они же столкнулись еще и с наплывами или как-нибудь, плавунами, их надо было тоже вытащить и посмотреть, чтобы дорога не провалилась, в конце концов, потом. То есть трудность есть, сравнивать с нашими, теми дорогами регионального значения, город Якутск нельзя. У нас совершенно-то там немножко другая работа, а здесь больше работ происходит со смежниками, смежными предприятиями. Ну и, Евгений Николаевич, все-таки, как человек, который находится на острие общественного внимания, да, реально на острие общественного, то есть СМИ, общественная палата, народный фронт и так далее, все заостряют внимание именно на городе. Вот вы согласитесь с тем, что 25,8 в условиях густых коммуникаций, это очень много? Ну, я здравствуйте, во-первых, уважаемые жители, всех причастных к дорожному строительству, поздравляю с наступающим праздником профессиональным, пусть в ваших семьях сорит счастье, любовь, доброта, а на дорогах все, как бы, строится в сроке и с должным качеством, с праздником коллеги. Значит, касаемо 25 километров, 800 метров, ну, для Якутска это небывалый объем, в принципе, исходя из того, что Александр Евгеньевич говорит, да, тут дорожное строительство в условиях города всегда связано с выносом тех или иных инженерных коммуникаций, согласованием этого всего дела, поэтому есть свои сложности, свои нюансы, так скажем. В плане того, что большой это объем или маленький, ну, как показала практика, мы способны справиться с таким объемом, не без своих каких-то моментов, но мы способны работать с учетом наших полученных уроков на будущие годы, этот объем будет нами легко вдаваться и сдаваться. То есть, я знаю, что в планах гораздо больше, да, в следующий год чуть ли не 50 километров запланировать? Да, значит, вообще, во время реализации национального проекта БКТ по городу Якутску будет отремонтировано чуть больше 200 километров дорог. Этот год 25,8, следующий год 22 километра, через год потом 25,8, потом 22, и уже последние два года идут по 50 километров. Поэтому, да, та планка, которая сейчас задрана, она будет стоять стабильно. Извините, конечно, за техническую ошибку, 50 километров все-таки это концу выполнения программы, ближе к 24-25 году получается по 50 километров. Ну, и как человек, который недавно пришел в муниципалитет, да, но как строитель, как человек причастный, как вы оцениваете вот проделанные вами работы? Конечно, это со стороны виднее, но давайте, вот ваше мнение. Ну, оценивать мы будем после завершения всех работ промежуточные итоги, но пока говорить о том, что мы не успеваем, успеваем, это пока же 31 октября. Мы в своих графиках находимся. Если говорить обычным языком для граждан города Якутска, то по основной дороге у нас сейчас, на момент, когда я заходил на эфир, оставалось 130 метров асфальтового покрытия по улице Ларионова. То есть из всего асфальта, который должен быть уложен по основным дорогам города Якутска, мы к сегодняшнему вечеру закроем вопрос. То есть останутся примыкания, съезды, карманы, это все будет... И разворотная площадка для автобусов рядом с парусом. Ну, хорошо, в первой части нашей программы мы наметили, скажем так, те реперные точки, которые, ну, основные объемы по республике 122, по городу 25,8. Всего общей сложности получается 148 километров дорог, которые в 2019 году общими усилиями федерального центра республиканских властей и муниципальных властей реконструированы, приведены в надлежащий вид. Ну, и остаются, конечно, очень много аспектов, в том числе аспект общественного контроля, об этом мы поговорим сразу после рекламной паузы, которая, ну, вот только начинаешь разговариваться, да, и сразу же наступает. Но прежде чем объявить рекламную паузу, мне хотелось бы процитировать немного, да, мы не первый раз встречаемся, Евгений Николаевич, вы в тот раз, и не только вы, Валерий Афанасьевич тоже говорил, Якутск запаздывал по причине того, что не была подготовлена документация. Якутск опаздывал в том числе по причине того, что была экспертиза сделана в Москве. Все это мы помним, и ответ на этот вопрос, ответ прозвучит во второй части нашей программы. Мы продолжаем программу, программу «Один из нас», и один из нас в лице общественных наблюдателей очень живо интересуется ходом гигантских, гигантского объема работ по реконструкции дорожной сети. Не только в столице нашей республики, но еще и по республике. Прозвучало такое выступление министра транспорта и дорожного хозяйства, и мы опять же обращаем внимание на столицу республики, потому что вся республика стекается, когда в Якутск, они хотят ездить по качественному, хорошему асфальту и так далее. Еще раз, я напоминаю, что мы не первый раз встречаемся, мы и в рабочем порядке встречались, в принципе, были выезды на участки работы. Сколько из 19 участков, которые делаются в Якутске, документацию прошли в этом году? Экспертизу? Нет, ну, проекты, скажем так, были готовы и скольки? 10 проектов было готово в ранние годы, 9 проектов мы догоняли в этом году экспертизу. Освежали, освежали, изменяли проектно-сметную документацию, часть изменений ППТ, ПМТ, ну там свои нюансы. Свои нюансы. Я немножко поправлю, потому что я немножко покопался, да, 6 проектов было сделано чуть ли не по новой, а 13 участков проектов были готовы еще в ноябре 2018 года. У них экспертиза освежалась. Экспертиза освежалась. Где проходила экспертиза? Здесь, в региональном. Все в региональном. Я хочу кинуть маленький такой камушек в адрес коллег из тех людей, которые ведут и городской телеграмм, и вообще в медиасфере работают, освещая деятельность городской администрации. Все-таки экспертиза никак не в Москве делалась, а делалась здесь, управление госэкспертизой по республике Саха-Якутия. Но это не суть. Сроки еще один. То, что проект вышел в июне. Один всего участок, если я не ошибаюсь, улица Ларионова, да, вышла в июне. Все остальные вышли там в марте, в апреле. В мае есть. В мае. Ну, март, апрель, май, получается, да. Еще раз адресую тот же самый вопрос. Почему так поздно начали? Давайте, вот вы адресуете, как представитель ООН. Почему так поздно начались работы? Добрый вечер, уважаемые зрители, представители Общероссийского фронта. Алексей Лаптев меня зовут. Тоже поздравляю вас с профессиональным праздником. И сразу бы хотел спросить, да. Мы вот постоянно мониторим, в том числе и федеральные дороги, республиканские дороги, городские дороги, по которым было очень много обращений жителей. Путем письменных обращений, ватсап приемная наша работала, инстаграм приемная тоже очень сильно было много, как бы, обращений. В первую очередь, как бы, обращения именно почему дороги перекрыли, впоследствии приступили к дорогам очень поздно. Со стороны вот подрядчиков, которые мы на объектах с ними общались, сказали то, что вот, например, по Хатунрявскому шоссе конкурс, договор они подписали только 15 июня. Плюс месяц они понадобились для непосредственно согласования с естественными монополиями, Кусенерго, Ватоканал и так далее. Вот, и хотелось бы адресовать вопрос, почему вот так поздно расторговались, почему так поздно проводились аукционы, с чем это связано? И вот по срокам объединили некоторые лоты, скажем, самые такие большие протяженности и так далее, выиграла одна компания. Но мы, как видим, и жители города, и население города, в том, что фактически эти работы начали производиться после пристального контроля не только со стороны общественности, но и со стороны уже республиканской власти. Ну, давайте отвечу следующим образом. Всего 19 объектов по городу. 19 объектов определены в 9 лотов. Было отыграно 9 муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведенных конкурсных процедур. Почему они были объединены? Первый вопрос. Значит, до этого, как показала практика, когда ты выставляешь маленький лот, могут зайти ребята, у которых есть ручка и блокнот, да, и потом ходи ищи их. Как они сделают? Не сделают. Понимая то, что у нас очень ограниченное время на этот объем работ, который, да, исходя из территориальной, значит, возможности объединения лотов в укропнении этих лотов, были приняты решения по укропнению этих лотов. Например, что касается Хатемыряхского шоссе, Хатемыряхское шоссе объединено у нас в одном лоте с улицей Жарницкого, Петра Алексеева и улицей Пилотов. Четыре улицы вошли в один лот, значит, 577 миллионов, контрактная стоимость ее выиграл, значит, чуть больше 500, сейчас могу немножко в цифрах ошибиться, если... Это ПСУ-5 Паудорис в результате конкурса, значит, из них, значит, в этом лоте две улицы Петра Алексеева и Жарницкого получили свою экспертизу в мае месяце. Исходя из этого, пока они получили... То есть, процесс как происходит для человека, который не вовлечен в процесс, объясню. Да, вот это очень интересно. Сначала нам нужно получить полностью экспертизу проектной части, вот, потом мы эту проектную часть, после получения экспертизы, загружаем в сметную часть, получаем экспертизу. Сметная часть подтверждает стоимость проектных работ. Дальше под эти стоимости проектных работ нужно найти лимиты. То есть, лимиты это деньги из бюджетов, они у нас из трех источников наполняются. Федеральный источник Росавтодор, республиканский источник и местный бюджет. То есть, определяется кубышка из этих денег. То есть, под эти лимиты объявляется конкурсная процедура. Проходит конкурс. Как правило, все наши конкурсы, они проходят с участием ФАС. То есть, обязательно жалобы ФАС. И рассмотрение проходит там, ну, с ФАСом определенный, это месяц-полтора минимум в конкурсной процедуре. То есть, исходя из того, что мы в мае получаем, значит, экспертизу. Дальше у нас идут работы по выявлению лимитов. Определению и выставлению конкурсной процедуры. Ну, ФАС, не ФАС. И вот это вот то число, которое вы озвучили, подписание контракта. Что касаемо почему вообще оно было сделано тогда, отвечу следующим образом. Значит, то, что город Якутск будет участвовать в БКДе, оно определилось в конце 2018 года. Ноябре. Да, конечно. Ну, конец ноября, начало декабря. И исходя из этого, значит, необходимо было сформировать пул тех работ, которые будут выполняться. Да, был понятен объем денег, объем километража, который нужно привести в соответствие. И вот в тот момент, когда принимались решения по, какие улицы войдут, какие не войдут, да, в первую очередь стали смотреть на карту убитых дорог ОНФ. Больше всех жалоб по городу Якутску было, значит, на улицу Петра Алексеева и Жорницкого. То есть, исходя из того, что наши граждане больше всего переживают за эти улицы, мы не, ну, как бы, ребята, которые до меня этим занимались, да, ну, совершенно правильно поступили, они выбрали эти улицы. Плюс к этому на эти улицы уже была так или иначе разработана проектная часть. Но ввиду необходимости изменения ПТ, ПМТ города для завершения, значит, получения процедуры экспертизы, да, эти работы, ну, необходимые были проводить в плановом режиме. Но проект сам по себе был готов. Поэтому они вошли туда. Мы ждали, они прошли экспертизу, отторговались, ну, и сейчас работаем. Двое из присутствующих не дадут мне соврать. А сегодня Сардана Владимировна, да, ваш руководитель, апеллировала к мнению горожан, которые на публичных слушаниях сказали, мы потерпим лето, закрывать его обе улицы. Ну, по этому поводу больше всего и было у нас обращение, вообще Российский народный фронт. Ну, значит, были согласны, были не согласны. Ну, да, потом и Сардана Владимировна после совещания тоже пообщались на эту тему. Она как бы подтвердила, еще в дополнение сказала, что были соответствующие заседания, на которые всех желающих приглашали. Возможно, даже были некоторые выезды на местности. Но практика показала то, что все мы знаем, то, что Петра Алексеева и улицы Жерницкого были перекрыты. И так таковых работ, основных работ, то есть там не производились. Мы еженедельно контролируемые выезжали, то же самое вот Ханурярское шоссе, да. Ну, у нас это все зафиксировано, есть фотоматериалы, видеоматериалы. Приглашали мы в том числе и НВК Саха. То, что там вот в основном работали субподрядчики. Субподрядчики по укладке бордюра, по укладке лотков. Так таковых представителей компании Дорис не было. Все мы знаем то, что компания Дорис работает в Республике Саха и Якутия давным-давно. То, что оно ранее выиграло контракт на 2,5 миллиарда рублей на 3 года и произвело очень большое количество работ. Но по этим работам тоже у Общероссийского народного фронта есть вопросы, в том числе улицы, автодорожные. Мы знаем, в каком она сейчас ненормативном состоянии, если выражаться именно терминами. То есть она у нас уже находится не то, что в аварийном состоянии, а в ненормативном состоянии, не отвечает требованиям. И хотелось бы сказать, что Дорис работает у нас на федеральных дорогах, и все мы знаем, что вся основная техника у них была на федеральных дорогах, и они федеральные дороги закончились с опережением. То есть имелся какой-то остаточный принцип? Да, да, остаточный принцип, потому что мы понимаем то, что продолжение на федеральной трассе составляет у них, если мне память не изменяет, 126 километров дорог, да, это вот в сторону Берджи Гостяха, да, чуть дальше. То есть кое-какие там у них гарантийные работы они производили, и вот город там, сумма контракта у нас 577 миллионов, как я помню, да, то есть в город они пришли уже после того, когда взяли на особый контроль. Ну, реально, вот, ну, это не только мое мнение, это мнение, наверное, населения, кто проживает в улице Жерницкого, там Петра Алексея в этом районе и Хатунряхе, там очень много проблем возникло. И вот в рейтинге убитых дорог у нас номер один это была улица Чайковского, которая переходящая, да, с 2018 года, работы на сей пор там ведутся, но качество работы вызывает очень много вопросов непосредственно вот по принципу адгезии, то есть там вот у нас тоже обратились жители, мы непосредственно выехали и зафиксировали тот факт, что подрядчик тоже обращались мы в окружную администрацию по этому поводу, чтобы среагировали, никакого реакции не было. То, что там подрядчик ведет работы, ну, скажем так, не подготовив первое полотно, то есть они первую часть асфальта положили, когда вторую часть укладывали, они не почистили, все в воде, все в грязи и прямо туда, в эту, скажем так, в эту грязь они укладывали уже второй слой асфальта. Тем самым, как бы, некоторые обыватели говорят, что ничего страшного, асфальт там 110 градусов, там ничего подобного, там не должно быть ни одной влаги, потому что эта влага впоследствии потом, она замерзнет, все равно дает расширение. И вот буквально то же самое сказать, то, что на пол постелить, вот такой яркий пример, да, на пол постелить вот коврик, да, и получается вот он при машине, тем более большегрузной техники, резком торможении придет, ну, вот вы, наверное, подтвердите мои слова, то есть асфальт придет первых слоев, основной слой, который верхний слой придет. Ну, тем не менее, каков бы ни был подрядчик, да, сегодня вот глава тоже подчеркнул, что нужно отфильтровывать подрядчиков, оставлять крупных, доброкачественных, еще раз говорю, у Дориса есть очень хорошая репутация, он от реконструкции Чернышевского, да, Дежнева, там фактически не прикрывая дорог, скажем так, на ура, под бурные аплодисменты горожан, он это проделал. Есть ли опасность того, что Дорис вообще уйдет из города? Я могу это пояснить, то есть мы в 2000 еще в конце 17-18 года была такая ситуация, то что вот мы выезжали с представителями Дорис, с представителями окружной администрации, и вот представитель Дорис, скажем так, вставил вопрос, потому что он закончил вот участок дорог, где у нас находится авторынок, там хорошую четырехполоску они сделали. Да, кольцевую сделали, вот, и там вот задолженность городской администрации на тот момент составляла порядка, если мне снова память не изменит, 380 миллионов, а деньги были предусмотрены, и в связи с то, что в бюджете республики Сахай-Якутия, ну это 17-18 год, не было средств, они эти средства не довели, и получилась, образовалась кредиторская задолженность. Вот, на тот момент Дорис говорил то, что вот то, что мы тут, коллеги, говорили по поводу инженерных сетей, то, что легче им работать на федеральных трассах, и тот же самый остаточный принцип. Опять реклама, и сразу после мы вернемся. И во время рекламы паузы у нас продолжается обсуждение. Александр Евгеньевич, Евгений Николаевич, а вообще у нас рынок игроков, скажем так, которые способны ответить требованиям современности, о которых говорил сегодня глава, то есть фильтровать, скажем так, малоразмерных, компактных игроков, не допускать вообще, то есть, а у нас из крупных игроков кто есть, кроме прозвучавшего уже Дориса? Я думаю, Александр Евгеньевич ответит за республиканские компании наши, которые есть. Ну, вот, допустим, сегодня же мы смотрели, все вместе с вами, вот, Рик Автодор. Рик Автодор, да. Чем? Плохая компания. Очень хорошая компания. Главное, профессиональная, ответственная, организованная. Вот это вот самое главное сегодня, чтобы в нашей работе были вот такие предприятия. Так что я, допустим, вот доволен вот этой, как бы, организацией. Вот тоже со стороны Общероссийского народного фронта возникали вопросы по качеству укладки бетона, бетонной асфальта на трассе Умнас, вот, которая была реконструкция там, сколько километров? 70 километров, да? Да. 70 километров, вот. А мы выезжали тоже по этим заявлениям, осмотрели, нам всю информацию предоставил и заказчик Рик Автодор, и подрядчик, все показали, в том числе проверили сразу изыскание, ну, то есть на тот момент уже провели изыскание. То есть в этом плане, как бы, у нас тоже, вот, скажу то, что у нас возникли вопросы, мы выехали, то есть была видеозапись, и в социальных сетях она тоже была, то, что вот прямо на песок укладывают. Этот песок просто лежал сбоку, они готовили вот им, то есть они две полосы шли, одну полосу они закрывали, одну полосу получили, и тут песок рядом просто лежал. Мы это убедились, и вот тоже вот, ну, как бы, не то, что соглашусь, нареканий со стороны Общероссийского народного фронта, вот, в адресе, ну, например, этой компании Рик Автодор у нас на сегодняшний день пока нет. Вот, видишь, у нас, в принципе-то есть такие организации, которые могут и способны. Город тоже усиливается же, да? Ну, конечно, да, у нас из девятей лотов один только делает Дорис, все остальные это местные компании. И, исходя из тех объемов, которые они сейчас работают, они набираются опыта, инженерно-технический персонал растет у них в количестве, в качестве, значит, техникой закупаются. Поэтому говорить о том, что мы зависим от какого-то одного подрядчика, такого нет. Такого нет. И это хорошо. Я дополню сейчас просто. В наш огород прилетело то, что мы за качеством плохо следим или что-то такое, летом ничего не делали. Это абсолютно обывательский взгляд, не подтвержденный фактами. Мы, значит, ведем по каждому объекту журнал, по каждому объекту у нас ежедневно ведутся работы. Если, значит, обывательским взглядом посмотреть на ту же улицу Жерницкого, сняли асфальт вроде и ничего не происходит. Ребята, там магистральный газопровод по всей длине улицы Жерницкого был поменен. Это очень серьезная работа, в три этапа разделенные. Поэтому говорить, пока идет эта работа, нельзя по технологии что-то либо там делать, вообще никому находиться. Поэтому если бы эти работы не проводились тогда, то не было бы сейчас вообще ничего. Поверьте мне, это серьезное строительство, оно подвержено календарно-сетевому планированию. Где можно максимально параллелить работы, это делается. И мы изначально, здравые люди, находясь в тех временных сроках, которые изначально у нас есть, мы максимально параллелили все работы. Ну вот мы обыватели. Я закончу, я закончу. И в плане того, что говорить то, что где-то работы не делаются, ну, урывками снимать видео, говорить, что где-то, Хатын-Урязская, сейчас я ваше видео видел, 4 километра 880 метров. Вы находитесь на одном участке, снимаете, говорите, вот столько километров, вы не закончите, столько-то рабочих. Ну, ребят, я так могу снимать на каждом участке, говорить, что кто-то не работает, кто-то работает. Есть вопросы, есть мы, надо нас находить, у нас спрашивать, мы конкретно можем показать по плану организации работ, по календарно-сетевому планированию, что у нас происходит, да. Поэтому вот я с этим крайне не соглашусь. Нет, Евгений Николаевич, справедливости ради скажу, что, еще раз говорю, под прицелом не только УОНФ, да, но и других структур, которые являются объектами и субъектами общественного контроля, да, были все структуры, те же, потому что машин у людей становится больше, да. Родня у всех раскидана по всей республике, все ездят туда-сюда, видят, какие работы проводятся, где проводятся, с каким качеством проводятся. Опять же, Ютуб стал, вот не поверите, бабушке, было тут мероприятие, да, весна на НВК называлась, давка образовалась, бабушка стоит телефоном, я тебя, говорит, на Ютуб выложу, вот пугает таким образом, да. То есть технологии стали доступны всем, еще раз, элементы общественного контроля стали доступны всем, у вас WhatsApp приемная работает, то же самое в городской администрации, я знаю, что городская администрация реагирует, республиканские власти реагируют, так что выделять кого-то, там, муниципалы или республиканцы, да, я бы не стал, честно, то есть, внимание ко всем, потому, еще раз, просто по одной той причине, что, несмотря ни на что, благосостояние у людей растет. Люди покупают там, неважно, кредит, не кредит, автомобиль, новый автомобиль, который требует хороших дорог, это же не лаз там, это самое, проехал, или не трактор, да, поэтому, я тут говорить, там, камень наш огород и так далее, вообще, к властям нужно всегда, как Владимир Владимирович говорил, на то и щука, чтобы окунь не зевал, да, поэтому я, наоборот, очень рад, что есть многоуровневый общественный контроль, который вступается за людей, встает на защиту их интересов. Я же не говорю, что вы тоже, раз уже являетесь обделены там, кто муниципальный, кто республиканская власть, вы же не перестаете быть человеками, правильно? Мы все в одном городе живем, в одном этом. Поэтому то внимание, которое горожане, жители республики, оказывают, уделяют качеству дорог, это очень хорошо на самом деле. Всем хочется ехать, как вот по трассе Лена, да, в том числе и по городе тоже. Но другой аспект, то, что менталитет надо менять, да, вот мы обратно ехали с вашими специалистами, у нас, да, сколько там вот этих сводок было по ДТП? Дорогу сделали, люди начинают гонять. Вот менталитет поменять, как культурно себя вести и так далее. Вот здесь другой аспект, вот тоже нацпрограммы, да, это цифровые установки, фиксирующие, скажем так, да, фото-видеофиксации, да. Сегодня присутствовал уже представитель Мегафона, по-моему, который тоже взял определенный объем работ на установку... Ну, там 36 штук их. 36, это на республиканских дорогах, да? Да. Дмитрий, можно все-таки свою мысль доскажу? Да. Да, вот мы обывательский, может, подход, там, как вы говорите, вы здравый человек, мы нездравые, как из вашего понимания. Я разделял, мы здравых не здравых. Вот, но мы написали 15 обращений в адрес главы города Якутска, потому что когда на крайнем совещании, вот, с Доматой Валерой, он сказал то, что, ну, пишите на главу, потому что, чтобы нам, ну, иерархию соблюдать, мы напрямую с ним общались, получали план графики работ, получали соответствующие документы. На сегодняшний день на 15 писем у нас вообще нет ответов. Сегодня я озвучил это на ВКС, у меня есть подтверждающие документы. Кроме того, мы еще 5 обращений отправили от нашего руководительского полкома, от Валерия Лютого, как депутата народного, то есть, чтобы в 7-дневный срок нам предоставили ответы. На сегодняшний день мы на эти письма не получили ответы. Сарданой Владимировны сегодня мы это озвучили, сказала, она вот поднимет по реестру все письма, мы уже направили эти письма, которые не получили ответы. К сожалению, мы уже направили по 5 письмам уже обращение в прокуратуру о привлечении к административной ответственности лиц, которые должны были ответить. И вот вы говорите после этого, что мы не обращаемся к вами. Давайте, Алексей, я воспарю тоже на ситуацию, я еще раз говорю, к укладке асфальта, вот ваша переписка с окружной администрацией, или с кем-то... Мы хотим, планы графика будут, чтобы довести до населения. Не, но... Понять. Вот ошибки по освещению были, да? То есть население не в полной мере возможно в начале процесса. Это потом, после тех наших августовских встреч и так далее, пошел вау. Буквально каждый день работ освещался во всех СМИ, во всех информационных источниках и так далее. Так и нужно делать. Вообще из опыта этого года, из 19-го года, когда мы только вступили в КАД, да, нужно всем выводить очень хорошие выводы, уроки. Нам, на самом деле, еще раз, гигантски повезло, по сравнению даже с той же Амурской областью и так далее, у нас гигантский объем реконструкции дорожного полотна предстоит. Давайте мы все выведем, все вместе, еще раз говорю, там, дорожники, руководители, обыватели, которые не станут ездить по свежеуложенному асфальту, там, грубо говоря, сминая, как вы говорите, в ковер, да. И остро очень, как руководители отрасли, сегодня прозвучало тоже вопрос кадров. Подготовки кадров, которые способны будут в течение 5-6 лет встать не только за проектные вот эти, а встать и у руля техники, встать руководителем процессом и так далее. Ну да, в принципе, это как бы все, можно это сделать, у нас же есть для этого силы и люди, которые заканчивают учебу в техникумах дорожных и в наш университет, там же тоже есть автодорожный техникум, так что, в принципе, это все возможно. Все возможно. А еще раз, я понимаю, вот человек работает, делает свое дело, я адрес Евгения Николаевича говорю, я понимаю, что по-человечески бывает обидно, когда начинают там на обывательском, как вы говорите, уровне, да, говорить, а вы ничего не делаете, там, что вы там, штаны просиживаете и так далее. Я бы тоже рассердился на самом деле, и вы бы рассердили, согласитесь. Но еще раз, логика просто, городским властям, республиканским властям, всем контролирующим надзорным органам, нужно соблюдать элементарную логику по самом деле. Я помню фразу представителя Дорис, когда он вот так вот сделал, да, и сказал, ну рано мы сняли Петра Алексеева. Я помню эту фразу. Значит, еще раз, упущения были, их надо признать, их надо отработать и сделать выводы. И последующие годы, вот у нас гигантские объемы предстоят еще. Честь, конечно, надо. Я в поддержку Евгения Николаевича скажу, что, допустим, та же Чайковского, там 14 колодцев газовых было. Это на участке от Вилюйска и до Карандрашвили. Представьте, там, я вот сам был на этих дорогах и видел на этих улицах, я видел, какая там была работа проделана. Это надо все вскрыть, посмотреть, все заменить трубы и так далее. Это же время. 14 колодцев, это на таком участке, там сколько там, километра два, что ли? Или повторали? Общая протяженность километра 700. Ну, вот вы сколько. Ну, и работая все-таки в строительной отрасли, нашими клиентами, работодателями в вашем случае, да, бывают люди совершенно разного уровня подготовки. То есть есть люди, скажем так, довольно прошаренные, инженерные отрасли, в моментах, еще раз говорю, интернет для всех сейчас открыт, да, бывают те, которые слегка недопонимают. И вот в части информирования, в части освещения хода вот этих работ, да, я думаю, что нужно всем приложить большие усилия. Еще раз, с праздником, в первую очередь руководители отрасли, в первую очередь руководители, которые отвечают вот как раз за дорожное строительство. И очень рад, что представители общественного контроля приняли участие в сегодняшней нашей программе. Увидимся ровно через неделю. С праздником! Продолжение следует... Продолжение следует...